Иван Иванович приехал в магазин покупать изгородь для своего дачного участка, имеющего прямоугольную форму, но забыл его размеры. Какой длины изгородь надо купить Ивану Ивановичу, если единственное, что он помнит, это площадь участка, 750 квадратных метров, и то, что длина участка на 5 метров больше ширины. Пусть ширина участка будет равна х метрам. Чаще всего удобнее брать за х меньшую из известных величин. Тогда длина участка составит х плюс 5 метров. Площадь прямоугольника можно найти, умножив его длину на ширину. Значит, в данном случае площадь будет равна произведению х на сумму х и 5. Но площадь участка известна и равна 750 метрам, поэтому мы можем составить уравнение. Раскроем скобки и решим данное уравнение. Найдем дискриминант этого уравнения и его корни. Первый из найденных корней является посторонним по смыслу задачи. Значит, ширина участка будет равна 25 метрам. А следовательно, длина окажется равной 30 метрам. Теперь Иван Иванович может рассчитать периметр своего участка и понять, что ему необходимо купить 110 метров изгороди. Рассмотрим другую задачу. Известно, что в прямоугольном треугольнике один из катетов на 4 см меньше гипотенузы, а другой на 2 см меньше гипотенузы. Найдем длину гипотенузы. Пусть гипотенуза треугольника будет равна х сантиметров. Тогда больший катет будет равен х минус 2 сантиметра, а меньший х минус 4 сантиметра. По теореме Пифагора, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Значит, можем составить уравнение, которое вы видите на экране. Упростим полученное уравнение, используя формулу квадрат разности. Решив полученное квадратное уравнение, найдем 2 корня. 2 является посторонним корнем по смыслу задачи, так как в этом случае один из катетов получится равным нулю, а второй вообще будет отрицательным. Значит, гипотенуза треугольника равна 10 сантиметрам, а его катеты 8 сантиметрам и 6 сантиметрам.